Музыка Поднося ему уксус и говоря, «Если ты царь иудейский, спаси себя самого». И была над ним надпись, написанная словами греческими, римскими и еврейскими, «Сей есть царь иудейский». Один из повешенных засловил его и говорил, «Если ты, Христос, спаси себя и нас». Другой, напротив, унимал его и говорил, «Или ты не боишься Бога, когда сам осужден на то же». И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал. И сказал Иисусу, «Помяни меня, Господи, вспомни обо мне, когда придешь в царство Твое». И сказал ему Иисус, «Истинно говорю тебе, «Ныне же, сегодня же будешь со мною в раю». Было около шестого часа. Это двенадцать часов дня. И сделалась дьма по всей земле до часа девятого. Шесть часов было. Но шести часов вечера. И померкло солнце. Завеса в храме раздалась посредине. Иисус, возгласив громким голосом, сказал, «Отче, в руки Твоей предаю Дух мой». И сказал это, и спустил Дух. Сотник, видя все происходившее, прославил Бога. И сказал, «Истинный человек этот был праведник». И весь народ, шедшийся на зрелище, и, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь. То есть осуждая себя. Все же, знавшие Его, и женщины, следовавшие за Ним из Галилеи, стояли вдали и смотрели на это. Тогда некто именем Иосиф, член Совета, человек добрый, правдивый, не участвовавший в Совете и в делиях из Аримафеи, города Иудейского, ожидавший также Царства Божие, пришел к Пилату, просил тела Иисуса и снял его, обвил плащаницей, положил его в гробе, высеченном в скале, где еще никто не был положен. День тот был пятница. И наступала суббота. Здесь мы прочитали события, которые мы должны читать. И читать чаще события, которые рассказывают о нашем с вами спасении. Конечно, эти истории не могут оставлять нас равнодушными, потому что то, что совершил Господь, это было то, что никто не делал и никто не мог сделать до и после Него. Потому что страдания, которые Он имел физические, они усугублялись духовными страданиями. В книге пророка Исаия, в главе 53, рассказывается о том, что проходило в духовном мире, когда Иисус Христос восходил на крест, когда Он шел на страдания. Конечно же, не все, что происходило в духовном мире, описывается здесь, в Исаии, но также и в других книгах. В Псалтере, в 21-м псалме написано, «Разинули на меня пасть свою, я пролился, как вода, можно было бы перечесть все кости мои, они смотрят и делают из меня зрелище». То есть здесь показан мир тьмы, мир сатаны. «Разинули на меня пасть свою». То есть Господь видел в духе, как демоны, бесы, как силы врага. Они фактически, может быть, смотрели через некоторых людей или окружали его. Это тоже был духовный мир. Но здесь, в Исаии, написано тот духовный мир, который послужил нашему спасению. Здесь описывается действия, которые были осуществлены Господом по отношению нас. И я хочу подчеркнуть несколько принципов, которые здесь описаны, потому что это происходило именно в том действии, которое Господь совершил своим искуплением. Когда мы смотрим на физическое действие, мы подчас не понимаем, как не понимали ученики, потому что это сильные муки, сильные страдания, несправедливые по отношению к такому доброму учителю. И когда мы смотрим в физическом мире, смотрим картины, может быть, повествующие о страданиях, о распятии, наше сердце сокрушается, многие не могут сдержать слез. И это действительно так. Так же плакали женщины. Хотя Иисус успокаивал их, Он говорит, не плачьте обо Мне, плачьте о себе, о детях ваших, потому что наступает трудное время. Потому что если с зеленеющим деревом это делают, то что будет с пожилым человеком? То есть Господь пророчествовал о взятии Иерусалима. Он думал уже тогда о том, что будет трудно, что плачьте о детях своих, потому что будут женщины, которые будут восклицать от ужаса и кричать, что блаженны не родившие. Потому что они родили детей, а детей на глазах их убивают. Когда пришла армия Тита, римского полководца, тогда будут говорить блаженны не родившие. То есть они счастливые, не кормившие, не питавшие молоком. То есть это время наступит, Господь говорит. И Он утешал плачущих женщин. Но Он плакал до этого, плакал Иерусалиме, а от страданий Он не плакал. И Он в Своих страданиях показал совершенный характер божественной любви и терпения. Потому что написано, как овца Он был введен на заклание, как акнец предстригущим Его безгласен. Так Он не отверзал у Своих. То есть Христос в страданиях, что Он совершил искупление, о чем мы сегодня еще о вере услышим, Он также проявил божественную любовь в терпении. И поэтому, когда Он шел на крест, Он не плакал, Он не издавал звука. Написано, как овца был введен на заклание, как акнец предстригущим безгласен, так Он не отверзал у Своих. Господь показал это терпение, и плачущих Он утешал. Но сегодня мы уже как христиане можем, зная Евангелие, можем иметь ободрение, потому что мы знаем, что за этими событиями последовало, что принесло нам наше спасение. Но тем не менее, эти события, они трогают и касаются наше сердце, они сокрушают нас, потому что мы видим величайшую любовь нашего Господа. Господь из древности показал план спасения, показал то, что мы должны знать, и Он показал Израилю за 650 с лишним лет, Он показал искупительную жертву. Поэтому то, что сегодня верят христиане, и в то, что сегодня мы можем познавать, это Господь нам открыл еще до прихода Христа через Писание. Он открыл человечество, я говорю нам, имея в виду человечество. И если бы каждый, кто вникал в Писание, он мог бы заметить это уже тогда, и понять Писание, то, наверное, каждый, кто понял, он бы и принял бы Христа. Но, Библия говорит, не узнал народ время Его посещения. Но здесь же удивительный план Божьего спасения описывается в Исаии. Поэтому вместе со страданиями, которые переживал Христос, совершалось удивительно. Нечто. И я прочитаю об этом. В Исаии 53 главе написано, кто поверил слышанному от нас, то есть не все поверили в эту весть. Исаия пророчествует, не все поверили. То есть некоторые поверили, прочие зажесточились, говорит апостол Павел. То есть Израиль не весь поверил. Кому открылась мышца Господня? То есть кто пережил Божью силу, Божью мышцу? Кто поверил? Кто пережил Божью силу? Ибо Он, Христос, взошел пред Ним, пред Богом, как отпрыск, как росток из сухой земли. Нет в Нем ни вида, ни величия. И мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Сразу же Исаия пророчествует, что Христос будет незаметен как личность, в смысле, как особый человек, в смысле, особая красота физическая, особое величие, может быть, в его походке, в осанке. Знаете, то, что было у слух Соломона, возможно, не было. той осанки в походке Иисуса. Царица Савская восхищалась, как слуги выглядели, как они ходили, они были научены, как все это пышностью выглядело. Христос, Он пришел иначе. Он пришел кротким. Написано, в нем не было вида, который привлекал бы нас к Нему. И Он был еще презрен и умолен. первое, что Бог допустил, это, чтобы Христос был унижен. Это значит, Его, как человека, как служителя, как учителя, как Мессию, унизили и презрели, то есть, высказали Ему презрение, отвращение. Он стал мужем скорбей, человеком скорбей, изведавшей болезни, то есть, Он опробовал эти болезни в своем теле. Он испытал это. И мы отвращали от Него лицо свое. Мы, то есть, человечество отворачивалось от Господа. Он был презираем и мы ни во что ставили Его. Здесь Исаия сразу же открывает Израилю, что Мессия будет унижен, что это не будет действительно сидящий на коне. Это будет кроткий, сидящий на слице, Захария пророчествовал. Это будет человек униженный. Сегодня многие раввины не понимают эту главу. Многие соблазняются и притыкаются. Они не могут найти значение истолкования этой главе. Потому что Мессия в понимании многих людей это великая личность. Это выдающаяся личность. Это имеющий влияние как позицию в правительстве и так далее. Но здесь Господь сказал заранее, что это пройдет спасение наше придет через его унижение. Нас поднять, нас возвысить как церковь это значит унизить своего сына. Господь имел один план, который был единственно справедливым. Это переложить нашу вину на кого-то другого. А именно на своего сына или на самого себя. Другого выхода не было. Другого выхода не было. Кто-то должен был платить за нашу вину. Или мы сами, или кто-то другой. Господь не может уничтожить грех без наказания за грех. Чтобы уничтожить наши грехи, наши грехи должны были быть уничтожены, написано, жертвою его. Чтобы он явился для уничтожения греха, чем жертвою своею. Не директивой, не приказом с неба, потому что это бы не устраивало Господа. Приказываю отпущение грехов. Тогда бы отпущение грехов не было бы основания. Бог не был бы тогда верен своим принципам святости, потому что он сказал наказание за грех смерти. А дар Божий жизнь вечна. Книга Иезекииля говорит несколько раз, что душа согрешающая та умрет. Бог говорит, я не накажу детей, то есть пройдет это время, оскомины не будет на устах детей от родителей, которые ели кислый виноград. То есть если родители согрешали, они будут наказаны. Детей не накажу, Господь сказал. То есть та душа, которая согрешает, та умрет. Господь оставался верным своему принципу, что грех должен был быть уничтожен. Уничтожен смертью согрешившего. Но Господь послал жертвы заместительные, жертвы животных, и тогда вина перекладывалась на животных. И написано, Господь не восхотел больше. Сотни лет жертвоприношений не восхотел больше, но тело уготовал мне, то есть Божьему Сыну, говорит Христос в Писаниях. Поэтому, что происходило, почему Христа были такие страдания, именно чтобы заместить греховное человечество каждого из нас, поставить в положение наказанного, скорбящего, и больного, и убитого, поставить в положение своего Сына вместо нас. Поэтому, первое, Он был презрен и умолен. Презрение и умоление Его позиции. Муж скорбей, изведавший болезни, Он был презираем, мы думали, что Он был презираем и наказуем Богом. Мы ни во что вставили Его. Мы отворачивали от Него лицо. То есть, чтобы нас принять, Сын Божий должен был быть отвержен. Замена. Замена. На скамье подсудимых замена. Кто-то должен был взять всю эту вину. Другого пути не было. Наказание за грех смерть. Без пролития крови не бывает прощения, говорит Господь, послание евреям в Новом Совете. Все по закону очищается кровью. И без пролития крови ничего не бывает прощения. Первое начинается унижение Христа. Его схватили как разбойника, вышли с мечами и колями. То есть, это уже Его позиция, Его свобода была забрана вся-то. Его схватили, Его держали. И те, кто держали Его, хотя Он сказал, кого вы ищете? Иисуса Назарея. Он сказал, это Я. И люди упали. Упали от славы, от силы, которая была во Христе. И Он повторно спросил, кого ищете? Иисуса Назарея, они сказали. Он сказал, Я же сказал вам, что это Я. Оставьте их, пусть они идут. То есть, и вот Христа схватили. И те, кто держали Иисуса, как будто бы Он хотел убежать. Он не хотел убежать. Он говорит, Я сам отдаю свою жизнь. И те, кто держали Его, они ругались над Ним. И они били Его. И поэтому здесь начиналось возложение на Него грехов всех нас. И не только грехов, но и также заболеваний, болезней. И в Исаии в 53 главе 4 стихом написано, Но Он взял на Себя наши немощи. Второе действие. Он понес наши болезни. Третье действие, которое написано, первое, Петра 2, 24, Он телом вознес на древо. Что сделал Господь? Он взял на Себя наши немощи, понес болезни. Теперь скажем о грехе в 6 стихе. Господь возложил на Него грехи всех нас. Господь возложил на Него. Поэтому когда были возложены руки на Иисуса, то грех и зло фактически с этими руками, с этими ударами плеток, ударами своих рук, они возлагали свои грехи, как вот тот, кто возлагал на овсу, на вола, возлагали руки на голову, передавали свои грехи. Поэтому человечество физически, сами того не понимая, возлагали физически и духовно свои грехи, то есть возложили на Него руки. Греховное человечество, то есть мы также представители были этого мира, но Господь нас, как и многих христиан, помиловал и написано «вел нас в царство возлюбленного Сына Сына Сына». Были не народ, но теперь народ Божий. Поэтому 6 стих говорит «Господь возложил на Него грехи всех нас». И он истязуем был, то есть истязанен, но страдал добровольно, не открывал луз своих, как овца был введен на заклане, и как агнец, то есть ягненок, однолетний ягненок мужского пола, предстригущий ему безгласен, так он не отверзал луз своих. «За преступление народа моего претерпел казнь». Восьмой стих одиннадцатый стих «Грехи их на себе понесет». Два действия. «Взял на себя грехи наши», то есть Бог на Него возложил грехи, второе действие «Он понес грехи», «Грехи их на себе понесет». Давайте скажем, «Грехи наши на себе понес». «Грехи наши на себе понес». То есть Господь, Он нес то, что раньше мы несли. Нашу вину нес на себе. И поэтому у Христа был путь, был крестный путь. Он сказал, возьми крест свой и следуй за Мною. Поэтому у Иисуса выполнялось такое действие. На Него были возложены руки, били Его, истязали Его, бичевали Его, ругались над Ним. Это грехи человечества падали на голову Иисуса. Теперь и написано «Он, Бог возложил на Него грехи всех нас». Шестой стих, одиннадцатый стих «Грехи наши на себе понес». А третье действие «Он телом своим Сам вознес грехи наши на древо». Первая Петра, вторая глава, двадцать четвертый стих «Он Сам Своим телом вознес». Третье действие, без которого мы бы не освободились от грехов. Его били, но Он был живой. Он еще был жив. Его мучили, но Он еще был жив. Должно быть окончательное действие. Грех должен быть наказан смертью. И Господь уготовил тело Своему Сыну Христу еще по одной причине, по главной причине, чтобы это тело непорочное, чистое, святое, рожденное силой Духа Святого через Деву Марию, чтобы это тело, оно приняло на себя греховность человеков, чтобы принять на себе наказание за греховность человека. Он не согрешил, но Он взял на себя грехи наши, чтобы быть наказанным за наши грехи вместо нас. это то, что происходило в Пасху. И так мы повторим, шестой стих написано, Бог возложил на Него грехи всех нас. Дальше, грехи их на себе понесет. Одиннадцатый стих. Третье действие, 1 Петра 2, 24, Он грехи наши Сам телом Своим вознес на древо, то есть Он поднял их перед Богом на жертвенник, чтобы мы, избавившись от грехов, шили для праведности. Ранами Его мы исцелились. Аллилуйя. Второе действие параллельно. Он написано, Господь возложил грехи, а в пятом стихе написано, наказание мира нашего было на Нем. Видите, не только было грехи наши, но и наказание за грехи мира было на Нем. Он взял на себя грехи наши и понес наши болезни. Четвертый стих, я возвращаюсь. Взял на себя, простите, немощи, небощи, слабости, недостатки и понес. Скажем, взял и понес. И затем Он это все вместе с грехами вознес телом Своим. И здесь слово Иоанна 3 глава 14 стих. Как Моисей вознес змея в пустыне, так надлежит быть вознесену Сыну Человеческому, дабы всякий, кто верует в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Чтобы был никто не погиб, но имел жизнь вечную, нужно, чтобы он был вознесен. И Иоанна 3, 16. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своим народам, дабы всякий верующий Него не погиб, но имел Живечную. Два стиха, 14 и 16, расшифровывают нам, что Бог отдал Сына Своего, чтобы всякий не погиб, но и детально 14 стих, Он должен быть вознесен, чтобы всякий, кто верит, не погиб. То есть мы веруем в распятого, вознесенного, взявшего на себя наши грехи, тогда мы не погибнем. И тогда исполняется в Исаии 53 главе, что на подвиг души своей Он будет смотреть с довольством. То есть то, что Он сделал, Он будет смотреть с довольством. Почему? Потому что через познание Его, когда мы познаем Христа распятого, Он, праведник, раб Божий, оправдает многих и грехи их на себе понесет. То есть через познание Иисуса Христа, о чем проповедовал апостол Павел, Петр, все апостолы, познание Иисуса Христа написано, через познание Его написано, что мы имеем великие драгоценные обетования через призвавшего нас славой и благостью, и мы имеем великие благословения через познание. И вот здесь сказано, через познание Его Он оправдает. И поэтому, когда человечество познает Христа распятого и воскресшего, то мы находим оправдание для себя. Когда мы видим этот путь, что Христос на Голгофу понес наши грехи, Он нес их на себе, и я думаю, что уже духовно у Него была тяжелейшая борьба в Гефсиманском саду, когда эти силы тьмы, борьбы были настолько давящими для Него, что Господь трижды просил Господа, чтобы Господь эту чашу забрал от Него страдания, но затем возвращался в послушание воли Божьей и говорил, что пусть не моя воля, но Твоя да будет. Это совершенное послушание. И поэтому, находясь в борьбе, у Него был выбор, Он прилежнее молился, но и был пот Его, как капли крови, падающие на землю. Он не получил той поддержки, которую надеялся получить через своих любимых учеников, но Он выдержал. Ангел с небес подкрепил Его. И здесь мы находим, что вот здесь, в Исаии, уже сотни лет до Христа, 600 с лишним лет, уже был открыт план Божий. И здесь, если детально читать всю эту главу, мы увидим еще больше откровений, которые говорят нам о Христе, что душа Его принесет жертву милостивления, и Он узрит потомство долговечно. Он увидит потомство, то есть, тех молодых людей, которые спасутся, тех миллионы, которые в Римской империи были, свободные рабы, которые стали христианами. Они составляли большинство Римской империи. То есть, те молодые люди, которые шли, отдавая жизнь на арены, которые не боялись умереть, когда львы терзали тело их или тела их детей, за то, что они не поклонялись императору как Богу, за то, что они не поклонялись идолам, богам, лже-богам Рима. И они страдали, молодые христианки, девушки, подростки, отдавали свое сердце, свою жизнь и их бросали на растерзание диким зверям, потому что они приняли Иисуса, они познали Господа, они получили оправдание, они получили жизнь вечную, получили радость, которую мы с вами имеем и, как написано, неизреченная радость, то есть, которую невозможно передать. Они получили познание Господа и поэтому это было потомство долговечное, потомство, которое будет жить вечно. Поэтому здесь сказано, что, когда Господу угодно было поразить его и он предал его мучению, когда душа его принесет, простите, жертву милостивления, здесь уже говорилось жертва, которая умилостивит Господа, тогда воля Божия успешно будет исполняться рукой его, то есть, Господь будет действовать через церковь, благодаря Иисусу Христу, на подвиг души своей он будет смотреть с довольством, то есть, он будет удовлетворен. Через познание его он, Христос, раб, оправдает многие грехи на себе понесет. Я ему дам часть между великими, Господь говорит, и сильными будет делить добычу за то, что предал свою душу на смерть и к злодеям причтен был, тогда как понес на себе грех многих из-за преступников, сделался ходатаем. И потомство долговечное это Божий дар. Возможно, мы не находим этого в Библии, но возможно, именно это показал ему ангел Господень, когда у Иисуса Христа был выбор, потому что он делал только в послушании добровольно. Это значит, он это делал, как и каждый из нас, принимая личное решение, послушаться Господа в таких страданиях. И он сказал, не моя воля, но твоя воля добудет. Возможно, Господь подкрепил его тогда, вот именно тем потомством, так некоторые богословы считают, что он увидел через века и, возможно, увидел христиан и, конечно же, и 21 века. Слава Господу! Слава Господу!